Приветствую вас! Я думаю, что есть несколько важных моментов, на которые нужно обратить ваше внимание, потому что без этих моментов, наверное, не будет какой-либо пользы от наших ответов. Ситуация заключается в том, что вы обращаетесь к психологам, которые работают онлайн. При этом вы описываете явно такие серьезные, я бы сказал, проявления проблем своих. Если угодно, это психические проблемы, вот, хотя я, если честно, я, если честно, не знаю, вот, если у вас психические заболевания, если есть, то, соответственно, какие? Вот, с чем они связаны. Но психологи, вот именно психологи, дистанционно, болезнями, именно болезнями, не занимаются. Это очень важно понять. Психологи работают с проблемами. Проблемами, именно, именно психологического характера, но не заболеваниями, как таковыми. Поэтому, здесь, если у вас есть подавление, что вы больны, вы говорите про, значит, ну, про лечение, вы говорите про то, что принимали препараты, вот, какие-то. Так вот, здесь психологи, именно помощь психолога вам, возможно, не нужна. Нужно, в первом, привести вас в адекватное состояние, чтобы вы могли воспринимать помощь, нашу помощь. Вам. Вот. Мне не кажется, честно говоря, что вы находитесь в таком состоянии. Так? Я не обретаю, что вам нужна помощь, но у меня есть сомнения относительно того, что вам нужна именно помощь психологам. Это первое. Первое. Первый момент. Который я хотел сказать. Второе. По описанию, по вашему описанию, я увидел некие такие, такие попытки избежать каких-то проблем. По моему мнению, у вас имеют место быть некие сложности. То есть, вам, возможно, вот, что-то неприятное. Вам, возможно, вы чего-то боитесь. Возможно, вы чего-то опасаетесь. То есть, возможно, где-то, в чем-то, вы видите угрозу для себя. Вот. То есть, я, конечно, не знаю, но, по моему мнению, вот так. Это вы описывать, это, именно как, очень похоже на психологический такой механизм защиты. Вот. Хотя, безусловно, я в этом не могу быть уверенным до конца. Вот. Самое, что, ну, слишком, слишком мало информации о вас. Вот. И, ну, соответственно, вот, в этом направлении вам нужно смотреть, да. То есть, если у вас будет вот необходимость, да, потребность избежать проблем ваших. Вот. Значит, я выделяю здесь тревожность у вас. Я выделяю тревожность. Я выделяю у вас, значит, ну, недоверие к своим чувствам. То есть, вы, ну, вы не доверяете себе, не доверяете своим эмоциям, своим чувствам. Вот. Нет, вот, нет такого доверия у вас, к себе. Хоть отсюда есть ощущение, что за вами следят. Ложность. Есть страх перед, ну, перед другими людьми есть страх. Возможно, есть страх перед другими людьми. Вот. Страх сам, например, казаться глупым. Например. Например. Вы, может быть, вот, боитесь того, что, ну, что вы будете выглядеть как-то глупо. Что-то это тоже такой немаловажный момент, который нужно раскрыть. Вот. Дальше. Проблемы мышления. Да. Проблемы мышления. Значит, как психолог, опять же, я смотрю на эту ситуацию. Исключительно с психологической точки зрения. Я могу сказать, что, если нет каких-либо именно органических нарушений, да, то, возможно, возможен вариант такой, что у вас просто проблемы с вниманием. Вот. Что-то, ну, дефицит внимания. Вот. Игром дефицита внимания. Вот. Это отсутствие возможной мотивации, да. То есть, вот, вы говорили, что у вас, как бы, нет интересов. Ну, вы говорили о том, что у вас нет своих, ну, своих интересов у вас нет. Вот. Что советую я. Так вот. Делаю вывод, что довольно мало вещей вам интересно. Вот. А почему вам мало, почему вам, ну, мало вещей интересно. Потому что вы, скорее всего, своим судьбам не позволяете проявляться, проявляться радостью и так вот склонны подавляться в свои числа. Вот. Так вот. Ну, ну, такое у меня возникло впечатление. Вот. То есть, вы себе не доверяете. Вот. Ну, и, соответственно, здесь вот, для начала, да, надо бы, надо бы, конечно, вот. 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 Вопрос, связанный именно с мотивацией, да, вопрос, связанный именно вот с тем, что вам важно. Вот. Именно этот момент, его, его, его желательно бы разобрать. Вот. Потому что, если есть такая проблема, то то, что вы описываете, может быть, такой компенсаторный, компенсаторные реакции, компенсаторный механизм. На отсутствие таких важных и значимых для скваж элементов. Вот. Вот. Это очень, очень важно, что, ну, понятно, для вас, вам. Вот. Что касается визуализации, то есть, опять же, возможно, как индивидуальные особенности. То есть, опять же, есть люди, которые не могут, ну, мыслить воображением, скажем так. Вот. Есть такие люди. И это нормально. Вот. Есть люди, которые могут мыслить воображением и, ну, для них это все очень нормально. Но, опять же, если у вас, это, такой, достаточно глобальный, глобальный размах, приобретая, да. Что-то ждут, нужно обратиться. Что такое, опять же, врачу. Да. Ну. Ну, дальше всегда было, эм, так, размышлять над чем-то. Я не могу, э, прибыл от смотря фильма, не могу помнить наши моменты. Может, на этот один, при попытке с другим выдает один итог. Один итог. Вот. Ну, не знаю. Ну, здесь, э, вот, э, то, что вы описываете, да, это, э, не совсем, конечно, вот, там, что такое, психологическое, проблема, на мой взгляд. Вот. То, что вы описываете, вполне может быть, э, физиологической проблематикой. Вот. И, э, подобные вещи, да, должны решаться исключительно в условиях клинике, то есть, э, ну, как бы, вам, э, возможно, я, повторюсь, э, возможно, но, имеет смысл пройти лечение, вот, возможно, э, ну, опять же, э, я не говорю, что вы должны, я не говорю, что вы обязаны это делать, вот, но, тем не менее, она, потому что, проблем, ну, проблем, ну, проблем достаточно, такие ощутимые и серьезные, ну, вот, либо очень плотно работать с, э, с психологом, да, над выработкой навыков, как бы, чтобы человек, ну, в данном случае, психолог, чтобы он вас, там, условно говоря, вел, вел, вот, то есть, нужно, чтобы вас вели, в этом смысле, вот. Вот. Ага. Вам, вам нужно садиться, к этому, потому что, сами вы, возможно, не справитесь, а? Вот. Опять же, я не говорю, что, это обязательно так. Просто, хочу вот, раз, донести такую мысль, потому что это очень важная история. Вот. По моему мнению, это очень важная история. Дальше. Так. Если вы запомните, информацию необходимо забыть. Ну, то есть, здесь вот у вас, э, семантика, семантика отсутствует. Семантика. Почему, э, почему, э, вам, э, лапни, получается, зацепиться, семантически, не за что, это нужно исследовать. Возможно, вы отучились. Отучились. Есть такое ощущение, что мысль доступна к окружающим, я понимаю, что нет. Здесь вот чувствуется, знаете, э, такая беспомощность, э, ваша, на, на самом деле, то есть, есть ощущение, что вы чувствуете себя очень беспомощно, есть ощущение, что вы, э, ну, пребываете, вот, в таком состоянии, да, немного дерзком, когда человек, э, не чувствует себя защищенным. Вот, отсюда же у вас может быть тревога, отсюда у вас, может быть, вот это вот, э, чувство, что там за вами постоянно, ну, за вами постоянно шлезет и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Э, э, над защищенностью тоже нужно работать. То есть, это работа, определенная работа над собой. Ага, дальше, диалог с человеком проблематичен, э, голова также может обнулиться, пропасть мысли. Ага, знаете, вот немножечко, э, смущает тот факт, что вы, э, говорите именно так, что голова, голова обнуляется, то есть, так, как будто вообще от вас это не зависит. То есть, вот здесь, э, один из моментов, где проявляется ваша, э, ваша, э, детскость, может быть, то есть, э, ну, посудите сами. Судите сами. Э, мысли, они, э, зависит от, полностью от вас, от мысли. Если мысли пропадают, да, если они пропадают, то связано это, в первую очередь, с вами, если это происходит. Так что, э, э, на мой взгляд, э, я бы обошел, э, субъективно, э, очень, э, субъективно я бы подошел, э, вот этой вот, э, 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 позиции, э, вашей. То есть, то есть, почему, почему у меня разговоры с человеком, да, попадают мысли. То есть, я, там, например, волнуюсь, я переживаю, э, мне страшно разговаривать с людьми и так далее. Ведь понимаете, какая штука, если вы хотите что-то сказать, если вы считаете важным то, что вы хотите сказать, то теперь никакие мысли в вашей голове не пропадут. это невозможно. Что мать, какая, 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 какая история. Поэтому, вот, здесь, очень важно, важный момент же. Вы, как бы, э, дистанцируйтесь от, э, проблемы своей. Ну, вот, я не считаю, что, э, дистанцироваться от проблемы есть, э, выход из ситуации. Вот, наоборот, в данном случае, это делает вас, как бы, отдаленным от нее, вот, но саму проблему не решает. Ну, в общем-то, и не может решить, потому что, ну, а как, 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 как можно решить проблему, да, если, если, э, э, вряд ли не дистанцируйтесь. Вот. Это, это невормония. В данном случае это делает, к сожалению. Вот. Далее. Эм, так, э, значит, э, наедине начинает прокручиваться музыка. Рассмотрим информацию на одни и те же кадры. Ну, здесь, я так понимаю, навязчивые мысли у вас. Вся день был опасным, был опостором за остальными. Действие, правда, смеку над ажедцев, ну, непроизвольно. Это само приходило в голову. Но, опять же, здесь, э, э, как именно вот, как, э, как психолог, да, именно, как психолог, я вижу, э, проблему обесценивания, в первую очередь. Себя. Вам. То есть, мы себя обесцениваем. Я вижу такую проблему. Э, э, это, в общем-то, в общем-то, достаточно серьезно. Да, то есть, повтор, повтор за другими, это отсутствие своего яд. Обесценивание. Вот, э, дальше, про препараты мимо, про, про препараты мимо. Ходил к психотерапевту, но я отказался, так как нет терпения, стало много психозов, раньше был страх, владеющий супер теперь большая агрессия, есть ощущение, что за мной следят. Владислав, вот, понимаете, какая штука. Вы говорите, я ходил к психотерапевту, но нет терпения. То есть, что это значит терпение? Это, к сожалению, очень, такая детская реакция, детская реакция. То есть, если, если вы понимаете, что вам нужно, если вы понимаете, что у вас проблемы, ну, и на работу. Да, это, к сожалению, не быстрый процесс. И когда вы говорите, что у вас нет терпения, ну, это выглядит по-детски. А смысл того, что тогда вы написали, записали, если вы будете пробовать препараты в расчете на то, то есть, они вам помогут, они могут вам облегчить, но все остальное, это вопрос навыка, это вопрос именно работать со психотерапевтом. Препараты, которые вы будете употреблять, возможно, они создадут условия для того, чтобы вы смогли работать с психотерапевтом. На психотерапии вам обязательно, ну, не надо. Если к ней вы не готовы, то, возможно, вы не готовы работать над собой вообще. То есть, есть вот такой момент. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!